Папа Немо И кто такая Дори? Сегодня говорим о клоуне. Дис Александрович, пожалуйста, несколько слов. Это, пожалуй, одна из самых узнаваемых и популярных рыб. Бренд, можно сказать. Даже тот, кто не знает о существовании морской аквариумистики, знает, как есть одна шутка, фотография рыбка, рыбка, рыбка. Немо. Немо. Всё. Она уже сама говорит за себя. Да, так есть, действительно. Ещё эта рыба нам очень нравится тем, что её можно содержать как в небольшой ёмкости, порядка 30 литров, так и группу в больших объёмах, там, до тонны и свыше. То есть мы любим эту рыбку. Да, очень-очень хорошую. Её можно, универсальная рыбка, её можно содержать как одну штучку, так пару, так и стаю, стадо. То есть и в большом, и в маленьком аквариуме, как говорит Денис Александрович. Ещё мы расскажем, что они бывают разные, или это мы уже в видео покажем. Видео покажем. Итак, рыбка Немо. Название клоуна Ацелярис произошло от необычного окраса, который напоминает клоунский грим. Ампифрион Ацелярис – маленькие коралловые рыбки. Большую часть жизни проводят в симбиозе с опасной морской актини – анимоном. Ампифрион до того симпатичная, интересная, неприхотливая рыбка, что пользуется огромной популярностью. Поэтому многие аквариумисты желают её видеть в своём аквариуме. Особенным спросом она стала пользоваться после показа популярного американского мультфильма «В поисках Немо». Недорогие и очень красивые аквариумы создаются на основе симбиоза ампифриона и актини, получившей в народе название «Мини-Немо». Эти системы удобны даже людям, имеющим очень скромные доходы. Их можно рекомендовать в качестве стартовой рыбки для морского аквариума. Нужно учитывать тот факт, что ампифрион – рыба непресноводная и нуждается в соответствующей воде. Для одной пары аквариумных рыб вполне достаточно от 50 до 100 литров качественной солёной воды. Иначе рыбки могут заболеть и погибнуть. Параметры воды – это должны быть соответствующие. То есть температурный режим от 25 до 27 градусов, по H8 и, соответственно, плотность. Тарас Николаевич, вы смотрели этот чудесный мультик «В поисках Немо»? Да, очень интересный мультик, чудесный. А я, к сожалению, вторую часть не смотрел. Обычно рыбы-клоуны невелики. В природной среде их размеры не превышают 12-13 см. В неволе особей иногда только достигают более 9 см. Это импровизация была у нас? Наркоманская. Наркоманская. Коллективы рыбы Ацелярис предпочитают жить среди актиний, морских, стрекающих из класса коралловых полипов, которые убивают тех обитателей акинических вод, что имели неосторожность слишком близко подплыть и прикоснуться к ним. Они убийцы? Они убийцы. Яд этих маленьких существ настолько силен, что способен вызвать у человека болезненные ожоги. Вот так вот, Денис Александрович. Такой кошмар. Да, Ампифрион Ацелярис выделяет особую слизь, которая приобретает некоторые свойства ткани актиний. Этим рыба-клоуны скрывает свое присутствие. То есть они маскируются. Они примеряют лицо той самой актинии. Актинии, с другой стороны, тоже получают бонусы от присутствия Ампифриона. Рыбы-клоуны отгоняют хищников, например, крабов, а также очищают их от мусора, что весьма необходимо для актинии. Денис Александрович. Да, Тарас Николаевич, вот мы очень интересно видим сейчас, наверное, актинию где-то в океане, да? Наверное, где-то в океане, да. И с парой прекрасных клоунов Ацелярис. Да, очень-очень красивое видео. Отношения в стае построены по иерархическому принципу. Во главе находится пара из наиболее крупных особей. Когда, как остальные, сдерживают свой рост, чтобы не стать жертвой доминирующего самца. То есть они растут, когда им нужно? Они, да, они растут, когда самец погибает, то тогда вся группа начинает расти, и какой-то из них занимает его, как бы, место. Интересный факт. Несмотря на то, что абсолютно все рыбы-клоуны рождаются самцами, при необходимости каждый из них способен изменить свой пол. Это происходит далеко не всегда, только тогда, когда погибает самка, поскольку самых значительно меньше самцов, и это является единственной возможностью воспроизвести потомство. Хочется пошутить что-то про Таиланд, да, Денис Александрович? Да, я думаю, они взяли этот принцип у клоунов. Амфифрион ацелярис, несмотря на свой милый вид, весьма агрессивны. Они кусаются и щиплются. Воинственность рыбы-клоуны просто поразительна. А их непоколебимая уверенность в себе объясняется тем, что в любой момент они смогут спрятаться среди опасных щупалец морской актинии. Боже, эти актинии... Актинии, они опасные. Опасные, да. Спрос на рыбу ацелярис настолько велик, что амфиприоны выращенные в неволе едва лишь удовлетворяют половину спроса. Недостаток компенсируют рыбками выловление в океане, из-за чего их популяция в последнее время оказалась поставлена под угрозу, и защитники природы требуют от власти регулировать этот процесс. И так как мы с Тарасом Николаевичем всегда за риф-сейв, то мы вам рекомендуем покупать только разведенных клоунов. Итак, спрос на ацелярис в ближайшее время вряд ли спадет, поскольку эти рыбы интересны еще и одной своей особенностью. В аквариуме тихо себя они не ведут. Постоянно ворчат, пощелкивают, издают хлопающие звуки. Они идеально подходят для начинающих, любителей, которые желают иметь у себя дома именно морских рыбок. Ворчуны. Ворчуны. Это очень интересный факт. Главное знать основной нюанс. И не забывать проконсультироваться со специалистом. Специалисты это все. Днис Александрович, я хочу сказать, это аквариум с клоунами, мы показываем видео в нашем офисе. Мы очень любим клоунов. Также мы очень любим и актини специалисты. Также хотелось сказать пару слов о том, что в природе обитает всего три вида клоунов от ацелярисов. Все остальные морфы, которые мы вам покажем здесь, да, очень красивые, там, белые, платина, ониксы, это все уже разведенные гибриды, которые селекционируются. Наши друзья-американцы очень любят их селекционировать. Покупайте красивые селекционные формы. Да пребудет с вами сила. До свидания, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пока.